Этого события любители академической музыки и коллективы филармонии ждали с весны 2008-го, когда в старом здании состоялся последний концерт и началась реконструкция. Впрочем, это официальная формулировка, а по сути, бывший дом политпросвещения в начале 90-х перепрофилированный для проведения академических концертов просто снесли, а на его месте возвели новое здание. Все это время музыкальные коллективы филармонии вынуждены были работать на площадках нескольких новосибирских ДК. Сроки сдачи нового зала переносили столько раз, что церемонию его официального открытия можно было бы делать без особой помпы. Событие от этого не стало бы менее значимым. Впрочем, в Новосибирск все-таки решили пригласить звездных музыкантов маэстро Владимира Спивакова и нашего земляка Вадима Репина, который слышал первые репетиции симфонического оркестра в новом помещении еще несколько месяцев назад. Должен вам сейчас сказать, что мое первое впечатление было очень положительным, когда я был на той пробной репетиции, когда оркестр попробовал в зал. Мне кажется, что начальный уровень, от которого отталкиваться, довольно неплохой, на мой взгляд, просто хороший. В программе открытия, кроме торжественных речей, у вертюра к опере «Сила судьбы» Джузеппе Верди, концерт для скрипки с оркестром Макса Бруха и четвертая симфония Чайковского. Владимир Спиваков начал готовить все это с Новосибирским симфоническим оркестром в понедельник и также успел оценить самые главные характеристики нового зала – акустические. Конечно, нужно немножко доработать будет акустику, потому что здесь сложности есть, это всегда бывает так при строительстве современных залов. И у нас в России нет такого опыта. Достаточно вам сказать, что в течение 10 лет я пытался как-то улучшить акустику Светлановского зала. В целом, я считаю, что это колоссальный подарок городу, жителям города. Я очень счастлив, что мне предложили открыть этот зал вместе с Вадимом Репиным. Сколько именно времени уйдет на окончательную доводку акустики и кто будет этим заниматься, пока неизвестно. Впрочем, условия, в которых уже работают музыканты, невозможно сравнить с теми площадками, на которых приходилось выступать еще в прошлом сезоне. Новый зал станет для Новосибирска дополнительным аргументом при ведении переговоров о гастролях известных музыкантов. И скрипач Вадим Репин уже подтвердил свое намерение проводить здесь ежегодный транссибирский арт-фестиваль. Руководители филармонии уже заявили, что смогут выполнить условия почти любого технического райдера. При этом предполагается, что звучать в этом зале будет академическая музыка и джаз, а поп-звезд сюда не пустят. Хозяевам государственного зала еще предстоит освоить все здание. Возможно, здесь будут устраивать выставки и концерты в фойе или на крыше. Алексей Кудинов, Константин Тынаев, телестанция «Мир».